Лучших из лучших работников социальной сферы честовали на прошлой неделе в здании Одинцовской администрации. Социальные работники получили почетные грамоты Московской областной думы и главы района. Слова особой благодарности за добросовестный труд прозвучали от исполняющего обязанности администрации Одинцовского района Татьяны Одинцовой. Я хочу вас всех поздравить, пожелать вам счастья, чтобы вы дальше любили наших Одинцовских жителей. Они действительно у нас самые красивые, самые достойные, и мы всегда им будем помогать. И я вас очень люблю. С праздником! На сегодняшний день те или иные меры социальной поддержки получают более 100 тысяч человек, то есть практически каждый третий житель района. Представители этой гуманной профессии оказывают помощь самым незащищенным – ветеранам, инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным семьям с детьми. К ним обращаются тогда, когда трудно, когда никто не готов помочь, кроме них. Самое главное – это, конечно, иметь терпение, иметь оптимизм, уметь зарядить и других людей своим собственным оптимизмом, и всегда откликнуться на проблемы. Чужой беды у нас нет, мы всегда готовы помочь всем. По словам Татьяны Малашкиной, за последнее время образ социального работника претерпел существенные изменения и помолодел. Ведь современным пенсионерам все чаще требуется помощь в освоении информационных технологий и работе с порталом государственных услуг. В службу приходит молодежь, в том числе и мужчины. Всегда было желание, так сказать, помогать обществу, делать какой-то посильный вклад, помогать людям. И подвернулась такая возможность, прошел собеседование в министерстве, и меня приняли на должность. С тех пор, вот почти три года работаю. В заключении праздника перед собравшимися выступил Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина и другие известные исполнители. Он смела слава, он смела слава, он смела слава. Только небо ты, только небо ты, только небо ты, только не отбегла. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова